Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 17 выпуск третьего сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В самом начале предыдущего выпуска доварил в убежище тушёнку и наконец-то закрыл квест Сельпо для терапевта. Затем все рейды провёл на берегу, в безуспешных попытках выполнить ежедневное задание с выходом на лодке у причала. На лодке? Я так и не вышел. Но всё же закрыл квест коллеги, часть первая с обнаружением тел для терапевта и практически на тех же точках припрятал три маяка для лыжника и закрыл квест «Игра на верняк». В прошлом выпуске я несколько рейдов подряд, да и предыдущий выпуск тоже, у меня получалось так, что пять рейдов подряд у меня ни разу не сработала лодка, которая здесь на причале. И было откровенно много комментариев по поводу того, что ты не добегаешь, короче, надо добегать типа до конца, куда-то там повернуть ещё, чё-то придумать. Нет, этого не нужно. И было несколько вариантов, когда писали, что ты слишком рано типа приходишь на лодку. Вот смотрите, начало рейда, 44 минуты, лодка на причале работает, я уже подошёл, проверил. И она, знаете, где схватывает? И она схватывает конкретно уже, когда к самой корме судна подходишь. Вот, даже не доходишь до шфар... чё это такое? Для шфартования, да? Я даже до лодки не дошёл, у меня уже работает выход. То есть не обязательно добегать до суда там, до суда или нырять колышком здесь, нет. Тут достаточно просто... вот до суда добежать, у тебя работает выход. И к времени он никак не привязан. Вот такая тема. Сакамагери, как говорится, любой каприз за ваши деньги, шутка. А то ещё чего показать попросят. Котопсов, Ася, Виктор, Люркер, Басилиан, Акробат, Добро, напишу, Фрэнки Уайлд, Уазап и Григорий. Спасибо за тёплые слова, за щедрую поддержку, будьте здоровы. И с наступающим Днём Защитника Отечества. Всем приятного просмотра. У нас тут наварилось, по крайней мере, ещё блок у нас улучшен. О, недурно. Мы его можем установить и теперь совершенно легально варить себе какой-нибудь сахар или аквамари. И прочие прелести. Хочу заняться карателем, часть третья. Убить диких на таможне, используя АКС-74У. 6 есть, 25 надо. Ещё 19 осталось. Бомж с полихима, убить диких на таможне 25. Но тут не имеет значения, с какого оружия ты будешь убивать. Также надо будет реагент, часть первая. Заглянуть в вагон на мазутном хозяйстве. Забрать папку и вынести её из рейда. Вернулись по страховке. У меня пачка шлемаков, 3 штуки. И труппер, хороший броник. Я рад, что он вернулся. Но я его, в принципе, скидывал там аккуратненько. Всё, я готов. Тут долго собираться не нужно. Взял Ксюху, взял магазины, патроны запасные. Взял с собой ключи от выхода с завода и АЗС. Так, на таможню пойду. Можно было бы быстрый рейд сделать. Типа, папку вынести и пойти домой. Но, пожалуй, я погуляю немножко по локации. Если будет возможность, постреляю диких. А потом уже под конец заберём папку. Ну, либо в начале, смотря где заспавнимся. Так что поехали с утра. Пока незамысловатая простенькая задача у меня на территории таможни. Настрелять диких. Это, пожалуй, один из таких простеньких квестов, которые остались на выполнении. Квесты становятся всё сложнее. Я точно знаю, что добрая часть онлайна Таркова теряется после выполнения каких-то квестов. Или достижения уровня, на котором игра начинает слегка надоедать. Зрители из этого числа, которым нравятся проекты в стиле научной фантастики. Я обращаю внимание на новую игру Мех Вориор Онлайн. Где события происходят в далёком будущем. И каждый игрок может стать пилотом боевого меха. В игре на данный момент более сотни мехов. Их можно кастомизировать на свой вкус и цвет. Причём не только для уникального внешнего вида или камуфляжа. Но и настроить на конкретные боевые задачи, по типу, например, дальнего или ближнего боя. Разнообразие в геймплей вносят четыре класса мехов. Лёгкие, средние, тяжёлые и штурмовые. Средний мех – это мета для новичка, так как он более универсален. Но в процессе, очевидно, каждый для себя найдёт и настроит меха под свой стиль игры. Рубилово происходит на картах с разными тактическими условиями. От небольшой космической станции до огромных зимних пустошей. Основной упор сделан на командную работу и тактику ведения боя. Однако есть и другие режимы и карты, так что есть где разгуляться. В марте на платформе с популярными онлайн-играми 4Game стартует полностью переведённая на русский бета MechWarrior Online. Попасть на закрытую бету гарантированно можно, купив любой из наборов предзаказа. А ещё можно оставить бесплатную заявку на ЗБТ и попытать удачу оказаться в списке первых, кто оценит MechWarrior Online на 4Game. Всем приятной игры, ссылки будут в описании под видео. Здравствуйте, я на мазутке. Ну, блин, шо ж так-то? Мне придётся сейчас в ПВП врюхаться, получается, что ли? Ну, раз уж с этой стороны пошли... Давай тогда тормозить не будем, сразу же залетим на заводскую территорию и посмотрим, получится, чё или нет. О, уже подтянулись, что ли? Нифига вы быстрые. Да, ну ты такой логучий какой-то, чё такое? Так, предлагаю компоктеры глянуть. Блин, я думал, сидит кто-то, прикинь. Чеек. Вот, что такое? Домкрат какой? Тахометр. Интересная фигня. Ладно. Так, сказать, без фанатизма. Давай, мочи их! А нормаск-то орал, он же. Так. У него там картоха, по-моему, полноценная. Вот это, вот это. Это говорит о чём? Правильно, значит, что свою картоху надо куда-нибудь сейчас запиндюрить. А, ещё же мне по авторе мог аккумулятор... Твою мать, аккумуляторы нужны. Так что надо будет поглядывать, здесь аккумы. И всё такое. Куда бы мне её закинуть? Сюда можно будет закинуть, я думаю, да? Вот так, вот. Во! ПС-ки. Ну чё, мало-помало по плану уже двоих-то диких подстрелились к сухе. Пацаны, окружай, милый! Ух ты! Третий пришёл. С СКС-кой подчинался. И жгуты. И жгут. Хе-хе-хе. Нормально. Я знаешь, что ещё хотел посмотреть? Компуктеры я хотел посмотреть. Можно будет... Блин, вот я сейчас... Начну что посмотреть? Это посмотреть. Нет, давай по делам, по которым выдвинулись. Пойдём. Так, попутно, если чё-то будет. Вот, вот здесь можно компуктеры глянуть, типа. Я же могу садоводство четвёртую часть закрывать, если найду кулеры. Четыре штуки, по-моему, там надо процессорных кулеров. Вот как раз за кулерами я бы по Шурику отправил бы дикого, да я боюсь, что он не запустится. Там ребята писали, мол, попробую там очистить кэш-мэш. Такое ощущение, как будто проще пойти из-за ЧВК туда на эту развязку. И первому проверить все эти конкуптеры. Так, тут чё-то лежало, по-моему, ещё, да? Вот тут папка спрятана. Давай. Ну давай, братишка. А, вот она. Есть. Это реагент первый, её надо будет вынести. Выходы у меня на той стороне, либо блокпост... ВСРФ, либо лодка контрабандиста. Наверное, я на блокпост пойду потихоньку. По этой стороне. О, ага, вижу, вижу. Так, чисто делая как... Основные, в общем, квесты. Кто это, я не пойму. Это дикий обычный. Делая обычные квесты... Буду делать параллельно убийство диких. По возможности. Вот, видишь, она туда-сюда вроде никуда ещё не сходила, уже. Троих мочканул. Классно же. Служи, воина. О, он здесь, в офе, в этом цехе. Где он? Ну, понял. Ну, вот, ещё один. Блин, всё руки оторвал. Ещё же слышал его такой, думаю, чё-то. Ничего страшного, наверное. Ещё кто-то слева идёт. Крадётся, крадётся. Ну, это дикий, скорее всего. Да? Эй, ты куда пошёл? Левый коронный, правый похоронный. Так, чё я хотел? Я хотел посмотреть, чё за патрон у него, во-первых. Я понял, чё за патрон. Во-вторых, я хотел забрать эту разгрузку у него, продам. Так, это мы сейчас захаваем. Вот это домой заберём стопудово. Солеву сюда. Это вот так. Так примерно сделаем. Вот, и теперь у меня рюкзачок чуть поболее получается. Автоматически. Блин, хорошо, что я патронов с собой запасных фрусов взяла. Оно же раз на раз не приходится. Эту фигню я выкину, она там ничего не стоит. Не, ну а чё? Нормально, просто стоишь на месте, а оно само по себе выполняется. Задание. Дикие сами приходят, прикольно. Правда, я шумлю здесь не по-человечески. И могу... Внимание лишнего немножко привлечь. Очевидно. А, стоп, я же не вылечился. Надо было пришить руки же сначала. Пришить руки? Ещё кто-то... Ещё кто-то идёт. Нормально, ещё один дикий. В итоге, чё там получается? Ещё один идёт. 15 уже есть. Ну, давай я быстренько хотя бы руку какую-нибудь вылечу. Вот сейчас пропитальчик бы в цвет. А то мне придётся каждую конечность по чуть-чуть подлечивать. А я чё-то не подумал, не взял пропитальчика. Только этих морфиев набрал. Вот. Блин, я боюсь сейчас челоботы уже с такими темпами подвалят на карту. Ещё один идёт. Я какую-то интересную точку нашёл. Такого плана, что опять заспавнился кто-то. Такое бывает. У меня было однажды такое на развязке. Я просто сидел в офисах идеи. И ко мне бесконечно просто вот так вот пёрли боты. Давай сидеть тогда здесь. Пока делается квест. Давай делать его здесь. Почему бы нет? Ах ты, хер ебучий. Ну, конечно. На, блядь, жми, сука. Чё, забыл, кто тебе батон в будку закидывает? Вот хуй. И этот здесь пропёрся. Хм, нифига. Ладушки. Интересно, ещё кто-то придёт сюда. А, пожрём пока. Вот такие пироги. Ну, выходить, лутать их, по-моему, самоубийство. Я только вот хочу аккумулятор посмотреть здесь, если есть. Я вообще сюда за аккумулятор зашёл. Блин, тут, по-моему, что-то есть. Но нет, не аккумулятор. Перелив. Окей. Заберём. Искра, снеггерс. Очень хочется глянуть, что за патрон был у товарища Садара. Опачки, фильтр. Восьмёрки. Всё, понял. Не интересует в таком случае. В итоге, можно и нужно идти потихонечку на выход. Я план, как говорится, на рейд выполнил. Можно пробовать выйти. Дикий. Вообще, это ксуха неуправляемая, блин, по отдаче. У меня, во-первых, навык-то не прокачан. Во-вторых. Она сама по себе такая расколбасная. Понял. Да и здесь аккумулятор можно пострык. У меня тут аккумулятор. Термит. Хорошая штука. Слева кусты, по-моему, слышал. Давай, давай, давай скорее. Я вот так послышалась. Это где? Это настройки, да? Настройки по диким шпилит. Ладно, я тогда пойду через ЗБ обходить. По левую сторону. Потому что я у него там как на ладони буду пробегать, честно. Что на остановке, что. Не души на заправке. А, нет. А, вон он. Блин, не могу, прикинь, разгадать траекторию. Вот же пипец. А-а-а-а-а! О, гжелька сломанная. Пацаны! Пацаны! Я хочу гжельку сломанную забрать. Надо домой. Идти... Идти... Домой. Все-таки зря я... Господи, весь экран, весь обзор закрыл. Все-таки зря я глушитель, блин, не надел на Ксюху. Я думал, просто пламя газ мне даст возможность чуть... Как сказать... Плата, 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 плата. Сюда. Я думал, мне пламя газ даст немножко возможность отдачи попроще, чтобы было сделать ее. А нифига. Упс. Вот сейчас как раз патроны, скорее всего, освободятся. Ячейка. Термит может быть сюда, в подсумок, заныкать. Слушай, он-то подороже будет. Скорее всего, три БТ-патрона. Сюда же можно будет заныкать что-нибудь типа Дельта-Поинт. Могу так. Ну все, давай пробовать выходить. Питание подали. Может быть, я здесь выйду в бункере. Да, можно попробовать. 15 минут до конца рейда. Не знаю, что получится. С этого нет. Попробую здесь бункер выскочит. Ах, как не вовремя выносливость. Потому что у меня 37 килограмм. Да, понятно. И оба выстрела в голову. Ну ты хорош. Очень жаль. Я хотел джельку вынести. И хотел, блин, квестовый предмет вытащить. Но не судьба. Вот тебе и тихий рейд. Вы говорите, тихий, тихий рейду. У тебя там нет ЧВК. Да вот они они. Сидят они просто где попало. И делают, что попало. Я не понимаю, что там сидеть в 13-м этом на таком тайминге. Блин, досадно умирать в таких ситуациях, когда ты уже вот рукой подать до выхода, и тебя просто на выходе убивают. Теперь возьму Ксюху себя соберу с глушителем, чтобы внимания к себе не привлекать. Потому что на заправке, когда я стрельнул, очевидно, он был уже готов к тому, что с заправки кто-то, возможно, зайдет. Ксюха обходится примерно в 55 тысяч рублей. За исключением глушителя и тактической рукоятки. Но это мы сейчас докупим. Давай пробовать еще раз. По задаче у меня не получилось по карателю добить всего ничего пятерых диких. А по бомжу с полихима тут половина получается. 14 из 25. Но в любом случае, даже несмотря на то, что я погиб и не вынес что-то там квестовый предмет. И жаль, по сути, тоже квестовый предмет на тот момент был. Даже несмотря на то, что у меня не получилось выжить, я считаю, что это удачный рейд. Так как я планировал в первую очередь настрелять себе диких. И я настрелял целую гору там диких. Так что все пока идет по плану. Идем еще раз туда же на таможню. Надеюсь, в этом рейде я добью этот квест. В этом рейде, если все пойдет как по маслу, то есть возможность закрыть три квеста. Если у меня получится в том числе и выжить. Во-первых, это будет каратель выполнен. Во-вторых, это будет бомж с полихима выполнен. И в-третьих, это будет реагент. По-моему, называется квест, часть первая, где нужно папку вынести. То есть планы на сегодняшний день можно будет закрыть сейчас сразу же в одном рейде. Так, теперь мы на территории, понятно, таможни. А теперь у нас выходы как раз можно будет через старую попробовать выйти за правку, да? Если здесь... Ну здесь десятерых я точно не настреляю. Я прям готов поспорить. О, дефибриллятор лежит, смотри. Ничего себе! Ну ничего себе тут у вас предметики валяются. Что можно будет скинуть? БПшки 60... Сколько они там? 1040, по-моему, стоили. А факт подешевле. Тут самый дешевый. А вот так сделаем. Не знаю, сколько отвалят за дефибриллятор. Дефибриллятор на этом самом... На барахолке-то очевидно, его можно будет выгодно продать. А вот насчет того, что без галочки, если он у меня вылезет. Есть ли какой-то профит с этого? Блин, хорошее место здесь оказывается, да? На мусорке, на этой. Давай поморем куртёхи. Какой-нибудь откат-теджи или что-нибудь в этом духе, дайте. Там брацки. Пассатижи в куртке носит. Малёнка. Так, ну нам нужны дикие очень. Можно попробовать глазком одним глянуть здесь. Хотя... Может быть, будет проще пойти сразу на ВСРФ. Сейчас посмотрим. Ну, будет что перекусить. А, мне же флешка нужна. Давай флешку глянем. А от офисов у меня ключей. Нет, нет. Ну и ладно. Без офисов обойдёмся. И столетий мыслов. И столетий мыслов. Ладно, раз ключей у меня нет, то я не вижу смысла туда в тамошку заходить. Лишний раз рисковать. Лишний раз рисковать. Давай туда на ВСРФ. Что ли? Выдвинемся. Если, если там ЧВК перебежку не пасут, то можно будет диких там пострелять. Там же и через стройку. И на шаверме там на развилке, точнее. Что-то я не вижу никого. А он меня видит, да? Или мне послышалось? Не, не послышалось. А, вон он на остановке. Хе-хе-хе-хе. Да-да. Во. Топеры как спать с нас. Тихо. Работали. Насосная. Задняя. Бам, аккумулятор. Базар у меня. Я как нутром чувил. Повторим, лаком надо бы вынести, пацанчики. А сколько мне диких надо настрелять? Надо глянуть сейчас, где-нибудь укромную мостачку найти. Посидеть, посчитать. Ну что, тогда, чтобы от лишнего избавиться. Так вот сделаем, наверное. Приблизительно. Ого, БС-ки. Спасибо. Давай БС-ки сходу внутрь. В общем, смотри. По задачам. 60%. 15 из 25. Это 10 диких. Мне, короче, надо еще как минимум завалить. Десяточку. Десяточку. Где нам 10 диких найти? Насколько выполнима эта задача? Это вот надо прям на заводскую, я чувствую, территорию идти. По-хорошему-то. 37, 38 почти килограмм. Ну да, с аккумулятором в рюкзаке-то ошибка, не разбежишься. Верю, верю. Пацаны, да они сладкие! Ё-моё. Ты откуда взялся такой красивый? Пару раз выстрелил. А вот это тоже можно выкинуть. Пару раз выстрелил, 100 грамм отлетело. Пару раз выстрелил. Пару раз выстрелил. Пару раз выстрелил. Да неужели ты тут один появился? Крясно девку пляшут. ё-моё у меня галюны что-ли ладно перебегать буду на этой стороне а вообще по-хорошему было бы лучше старую заправку глянуть там часто двое-трое шастают диких но пока и здесь в принципе идет так одного намочканули еще девятерых надо пойдем заправку посмотрим вот опять с виду вроде бы тихий рейда не видно не слышно но я на самом деле стрельбы даже него ни одного выстрела не слышал честно говоря блин как длинуть а жаль на заправке никого вообще это еще где-то слева шуршит так но уже не обязательно с ксюхи можно будет с карабина шпилить по диким даже ретвы опять наковырял еле передвигаюсь теперь хотел ключик от мчс гляну здесь а у меня такой перевес что я даже не могу двигаться больше ну даже ретвы то набрал давай пожрем ты заспавнился да все-таки или нет кто-то сотри уже прошвырнулся это ты что ли стрелял по мне у меня было ощущение что с жидой где-то там шмальнули так магаз профукал на родину пожал я да я пожрал давай тогда вот это вот сюда это нафиг это нафиг 44 килограмма прочность убитая короче у винтовки мосина поэтому на дистанции дальние я не смогу даже ничего сделать не только на средний ближний еще более-менее что-то можно попасть вот я же говорю где-то с той стороны стреляли она торчать долго тут не буду за что война непонятно но мне еще надо шестерых убить на крыше товарищ был седьмым денег тут сейчас пузырим что-то я никого не вижу она открыта была тут утонулись или нет или я просто отошел далеко не видать никого не видать никого не слыхать никого понятно не души на кпп пойдем тогда на заводскую территорию что какие варианты еще мне по любасу там надо забирать же эту штуку так по-моему я кого-то слева видел точно так еще тут кто-то ну блядь на грит сука вон 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 он а вон он а снайперские сразу до первого уровня хотя бы пять раз стал четверо осталось до вон он ах ты гад нифига ты больно ща порву тебя нахуй сука вон он ай че обосрался а че ты где вот падла обосрался получается ух было весело таким макаром короче качается умение навык владения кто-то пришел в гости убил я хуярь медведи сука ах ты тут ах ты тут ах в аккурат в столб дал тут кто-то зашел убери убери ее убери ее убери ее о вообще игру свернул красавчик накинула моей же сколько это куда там осталось сколько один всего остался круто значит делаем как а я магазин опять посерил посерил вот она нормально нормально ничего не потеряно сюда можно будет патроны теперь скинуть осина пошел процесс но все надо не тупить надо забрать час папку чесать на один еще остался одного где-то где-то родить дикого до сюда выглянуть час он чувствую где-то тут трется очень пояски нам не нужны блин мне бы пришиться по-хорошему как бы нибудь бы вот этим сейчас залечим раны морфи я трехсотый среди да не говори никому чего-то орешь то плюшки я фиг его знает они что-то стоят нет разбираюсь в этом так ладушки поехали подлечим культяпку морфи можно вот лишь как инъекционный этот кейс как удобен жук и спрятал сразу если нашел чего интересного а пропитальчику га га рцанем руку подлечим хотя можно не пропитальчиком а этой штукой да ишкой вылечить все добро сидим лечимся чё тебе превьюшка главное сейчас на выходе лбами не стук а хотя у меня на этой стороне же выходы блин у меня сейчас вообще хорошие шансы выйти с локации без труда так сказать правильно же я понимаю да за b13 как раз поезд за b12 11 это то что нам нужно но осталось всего одного дикого убит на территории таможни надо сделать этот квест чего тут не появились пацанчики он было бы замечательно если кто-нибудь из ваших тут тоже вообще не очень хорошо уже пошел базар там на стройке то ли на базе решала попробуем глянуть с этой стороны а чё это у меня такое что-то набрал что он на перегрузь бешеный до 43 килограмма ладно эту массину выкинем к черту все равно она мне даже не нравится так я вижу одного бота внизу под кранами постараться или это не бот это был год отлично все можно педалить домой мама давай сам такой что-то там кашляешь пукаешь проще с бедра по моему шпилить этой ксюхи не уделываться а знаешь я чё сюда зашел а я сюда сюда зашел специально очень гляну аккумулятор аккумулятор анима какой-то барабан а то пыша барабан все аккумулятор смотрю еще в цехе с газелью и аккуму и валю нафиг отсюда повезло что на той стороне возня где-то происходит и скорее всего они сейчас педалят в мою сторону аккурат ухты и а что если мы вот 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 ну ладно так и выход работает интересно тут нет не работает все значит ага у меня перегруз жесточайший теперь значит смотрю аккумулятор здесь и иду на выход а не на выход подожди папку уже забрать надо разогнался уф ё-моё а чё давай свой труппер скинем а все равно 47 килограмм отдайте назад не спасет эту ситуацию да он нагрузил пацана 54 килограмма ну что скажет ей того красный таймер вот это я зря сделал встал сел встал что тут у нас вкусного вот это рейд длинный получился но зато я аккумулятора нет вроде как успеваю все сделать пешком прогуляемся тогда до вагона за папкой также не спеша пешком пойдем на выход а тут по-пластунски короче сейчас закрываем выходит бомж с полихима правильно его мне выдаст квест на поход в общагу по моему надо будет 220 комнату там что-то забурится что-то забрать что ли что-то в этом духе не припомню о кулер мне 4 кулера надо 1 пронесем возможно сейчас давай понятно блин неудобняк конечно это пока место сейчас бам второй аккумулятор свечи по моему я уже сдал мне только аккумуляторы нужны забираем папку реагент часть 1 точно ну давай восстанавливай эту выносливость через спящего внедримся спиня стрельба нормально лом пальчики черепок нашел в пэхи сунды а я еще хотел кулер глянуть наверху тут пару компоптеров есть короче я тут до конца до самого да до победного автомат чуточку легче может быть будет ну это по моему дикий да черкаж это или кто-то байтит косят под дикого интернет тяжеленная перья 51 килограмм и отсюда так все время поджимает надо чесать потихонечку уже от ценного пока цел дай кулер обиделся 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 что обиделся козлина а вот козлина а царь я за такой нифига это чё за патрон у тебя там такой был восьмерка но по мясу походу попал Anne понятно Ладно бог с тобой нет места да ладно Ну что, потикали домой? Ё-моё, у меня инерция такая, что я остановлюсь, если то ещё по инерции до самого берега добегу Всё, две минуты с половиной до конца рейда Успешный рейд получился, крайне успешный Я кучу квестов переделал, всё-таки успел 33 почти минуты, но я весь рейд практически провёл на локации Чёртова дюжина диких, которая позволит мне закрыть квесты Бомж с полихима и каратель Закрываем каратель, часть третья Убить диких на таможне, используя кс-74у 25 из 25, отлично, закрыли И тут же бомж с полихима, 25 диких, тоже настреляли Тоже закрываем, забираем опыт и награду Даёт каратель, часть четвёртая, по этому карателю А, вот они, кстати, барсы, 5 штук А почему? У меня же вроде бы 5 их было, нет? Один нож барс нужен будет, только что вы видели, какие я их передавал Убить бойцов ЧВК на побережье в Балаклаве Любое и жалейте дикого 10, надо будет человек убить И убить диких в лесу, используя дробовики 12-го калибра 0 из 10 человек, надо будет, короче, на самом деле 10 диких Дальше я принёс папку по квесту реагент Часть первая, передаём эту папку Закрываем квест И он мне должен выдать второй реагент Да, так оно и есть Второй реагент говорит Так точно, ключ от комнаты 220-й он мне выдаёт И говорит, найти любую зацепку на таможне, которая поможет, может помочь расследованию Вот, в общем, два предмета там надо будет забрать Флешку с ноутбука и кое-какие бумаги-то Найти и передать ежедневный квест выдаёт мне барахольчик Он просит принести полиамидную ткань Кордура Её мы можем варить, так что это делик Что он мне даст лояльности каплю Чуть-чуть опыта 5600, но это халява Кордура, это варится в убежище В санузле, даже, по-моему, второго уровня санузла Всё, в убежище захожу Заряжаю варку Кордура Ткани 48 минут понадобится на варку Сейчас сдадим деликата ЧВК разгрузил, подумал сходить ещё раз в общагу Но, блин, опять все рейды на одной и той же локации Тоже такое себе Поэтому я предлагаю попробовать запуститься За дикого, если получится На развязку И попробовать найти Сколько там мне надо будет? Три, по-моему, ещё Кулера Мне просто нужны будут кулеры Потому что всё остальное у меня уже имеется Даже Да, три кулера Один я нашёл только что на таможне Осталось три кулера Всё правильно Значит, ищем кулеры Три штуки И выходим с рейда Если запустимся Если нет, то Не знаю, сейчас решим В общем Значит, идём за дикого Идём на развязку 17-20 Тут один тварыш Есть Давай попробуем Чё, была не была Может запустит И если найду и выйду Я закрою садоводство Так, чё такое? Меня запустило Прикинь Меня запустило Чик Смотрим Аккумулятор И имеется Блин, вот мне теперь Страшно туда идти 18 минут Как раз сейчас на выход ЧВК бегут Ну и пусть себе бегут Нам не нужен Никакой охопишь Мы чисто Компуктеры Кулеры Три И домой Это ж такое Датчик давления Неправильно лежит Переложить надо В рюкзачок его А чё у меня тут Пестик Чё я какой Ни брони Ни черта нету К наушнике И всё Больше ничего нету Налегке такой Пацанчик выскочил А чё там По бою пострадать Можно? Да, можно Ну вроде дикий Обычно просто ходит С барыгом Бабабом Я тогда Вот сюда внедрюсь Здесь Сейчас пошарим Компуктеры Тут пару комнат Есть Здравствуйте Поехали Ну давай Удачи Улыбнись мне Три кулера И я пошёл Больше не просим Воно Иди ты говорят В другой офис За кулерами Хотя Нет кулеров Нет кулеров Понял Берём дальше Так Так Всё, найду Кроме кулеров Процессор Нашёл Осталось кулеры Три штуки Понятно Смотрели Манвал Ой, ёлки-палки Короче Придётся мне Пацаны Чуть-чуть Пошататься По Локации Придётся Наверное Мне прям Знаешь Куда пойти Я представляю Примерно Пойду Пофиг На пролом В самые Дальние Офисы Пойду Там Много Компуктеров Там Точно Найдём Я думаю Чё-нибудь Ну Ничего Нибудь Конкретно Кулеры Процессорные Мне нужны Дикий Запустился Всё-таки Приятный Сурпрайз Смотри Это Рид Кейк Ну и Чё тут За хуйня Кейк Лент Пусть Сунды Заглянем Чего Это Чего Опачки Да тут Лут И на всё Вот тебе И поэтому Тишина По кулерам Может быть Тут как раз За кулерами И пришли Ребята А если бы Даже не за кулерами То они Скорее всего Забрали бы их Да Пару Компуктеров Было Не понимай А первая Третья Точно Точно Третья Посмотрели Первая Чистоган Ну это нормально Когда ты выходишь Конкретно За какими Это предметами Ты Кого-то Найдешь Думаешь Что ли Ну естественно Нет А вот сейчас Если я готов Поспорить Если я сейчас Двину в Гошан В Гошане Будет Тушенки Этой Завались Просто Хоть Чем ее Там Впитывай Тут Кто-то Был Кажется Ошушение Такое Чисто Хлам Оставили Какое-то Как тогда Блин Че Капец Че делать Тогда В офисе Гошана Педалить По-другому Я че-то Не вижу Никаких Вариантов Интересных Надо же Столько Компов И ни одного Кулера Ни одного Ноль Что Газанем Гошан Порешь Со мной Гошан Ну Ничья Скупщика Все Продам И Заживем А че Мне Пофиг Терять Нечего Пойду Через Самое Пекло О Апотечка Намана Ширин Процессор Газанализатор Никому Не нужный Грустный Лежит О Есть Кулер Один Один Еще Парочку Может Прям Внагляк Тут Блин Да Там Вроде Дикие Базарят Прям Внагляк Все Или Ничего Короче О Еще Кулер Второй Золотой Фон И Всего Один Кулер Нужен Всего Один Нет Таймер Красный Ге Ге Изи Это кто-то там топает Да это Дикий По-моему Там что-то базарил Ага Тут Наши Распластались Мешок Поинтересней 5 рублей Нашел Все Пойдем Быстренько Сейчас В компах Залетаю Прям В офис Прям Да Блин Там Открыто Там Все Короче Все Офисы Прошуршали Вот Честно Вот такое Вот ощущение Единственное Можно будет Знаешь Как Схитрить Вот сюда Забуриться И Попробовать Тут На полках Просто Его найти По-моему У меня Шансов Будет Больше Чем Если Я Там В Компьютерах Конкретно Буду Искать Времечко Поджимает Вот это Вот меня Напрягает Децл Так Кулер Hard Есть DVD Привод Есть Еще Один DVD Привод Товарищи Какие То есть Давай Пожалуйста Кулер Я Домой О Есть Вижу Уу Зашибись Во Нормалек Все Можно Педалить На Хату Выходить Буду Пытаться На ЖД Далековато Правда Но Очевидно Не дальше Чем КП МЧС Деньжат Подвар Пармем А То Финансы Поют Романс Чего Последнее Время Вау Красавчика Нашел Все Погнали Тут Еще Ящичек Зеленый Есть Оружейный Пойдем Автомат Сейчас Там Найдем Какой Ни Хороший А Нет Не найдем Ого Магазин На 60 Хотя По стоимости Ну нет Чуть подороже Получится Вынести Этот магазин 1020 19 Стоит Там 5 5,8 Примерно Тысяч Что Четку Выгоднее Получается Ну все Ребята Дайте Выйти Пожалуйста Это Будет Замечтательное Завершение Сегодняшнего Дня Я Закрою Еще Садоводство Все Я Домой Мамана Мамана 16 Почти Минут Но пришлось Немножко Покрутиться Потому что Залутанными Оказались Все эти Компуктеры Изначально ЧВКшниками Кто-то Что-то Конкретно Либо Искал Либо Вполне Вероятно Что Просто Искали Какие Небудь Ценности На продажу Или Что-нибудь В этом Духе Хорошо Что Есть Места Альтернативные Где Эти Жиркулеры Все-таки Спавнятся Благо Что Запустился Вообще Дикий У меня На развязку И Вытащил Конкретно Три Вообще Такой Везучий Везучий Получился Дикарь И с его Помощью Я Закрываю Садоводство Часть Четвертая Это здорово Забираем 8000 опыта Кучу плюшек И Немножко Лояльности Тем временем В санузле У меня Сварилось Все-таки Это трапшка Я дождался Пока Она сварится Забираем Гордору Заходим В торговца Барахольщик По-моему Заказывал И закрываем Дейли квест Попутно Красиво Ежедневное задание От барахольщика Сделали Круто же На сегодня Все буду заканчивать Надеюсь Выпуск вам Понравился Сегодня Кучу дел Переделали На сегодня То что планировал Даже смелые планы Под 25 диких На локацию убить Бывает такое Что и за 5 рейдов Их не убьешь Но Квесты выполнились Даже план Перевыполнили На сегодня Так что Денек сегодня Хороший выдался Чего И вам желаю Всем удачи Приятной игры Хороших рейдов Увидимся Услышимся В следующем выпуске До свидания Субтитры сделал DimaTorzok